Здравствуйте, с вами снова Андрей. Мы продолжаем наше неторопливое прохождение Наполеона-Тута-Увла за Российскую империю. Первое, что мы делаем в этой серии, объявляем войну Пруссии. Да, я знаю, что это все чревато, и что я это делаю неправильно, надо было разорвать предварительно торговые договора, подождать и так далее, тому подобное. Сейчас против нас еще в войну вступает Австрия, мы сейчас будем пытаться как-то с ней помириться. Но, понимаете, дело все в том, что, к сожалению, дипломатическая изоляция Пруссии, которую я пытался проводить в прошлой серии, она не удалась, потому что Пруссаки просто перезаключают военные союзы, то есть я плачу всевозможным странам, чтобы они разорвали военные союзы с Пруссией. Пруссаки просто перезаключают и перезаключают, и перезаключают, и перезаключают. Невозможно. Денег уходит куча, поэтому на Меккленбург мне плевать. Что касается Австрии, будем пытаться с ней помириться. В случае чего, если это не получится, ну что ж, будем ее пилить на полон с Наполеоном, потому что Австрия уже ослаблена, а восточные территории Австрии нам пригодятся. Они нам, насколько я помню, нужны для победы по условиям кампании. Собственно говоря, вторжение в Пруссию мы начинаем с общим генеральным наступлением на Варшаву. Мы выдвигаемся двумя армиями. Первая под командованием Кутузова, вторая под командованием Бениксона. В общем, все по стандарту. Завершаем ход и ждем, так сказать, наследников Фридриха Великого, что они нам смогут предъявить. Но в реальности в 1806 году они смогли предъявить совсем немного. Собственно говоря, именно об этом я считаю нужным поговорить в этой серии. То есть мы отвлекаемся от нашей генеральной линии повествования, которая посвящена французской революции Маполеону. И, соответственно, мы давайте немножко поговорим о прусской армии. Как же так получилось, что прусаки так вот проиграли Наполеону, что называется, вдрызг, как это произошло в 1806 году? Вроде бы немцы, значит, якобы хорошие военные, хотя на самом деле не бывает наций, которые всегда остаются, так сказать, одинаково хорошими войнами на протяжении всей своей истории. То есть поколения меняются, меняется культурная среда. И как бы когда вот у нас сейчас говорят, что вот мы в 45-м показали Европе, ребята, это не вы показали, а ваши деды и прадеды показали. А вы еще ничего никому не показали, и шапкозакидательские настроения мне абсолютно не обоснованы. Ну, ладно, мы немного отвлеклись. Ну, первое, что хотелось бы сказать. Наверное, начать имеет смысл с социальной организации прусского общества, что из себя, собственно, представляла тогда Пруссия. Дело в том, что очень часто в различной литературе доводится наблюдать такой штамп, что, мол, Наполеон побеждал европейские монархи, потому что он возглавлял современные буржуазные государства, а европейские монархи, значит, они были отсталые, и поэтому, значит, и боевой дух у солдата Наполеона был выше. Вы понимаете, вот боевым духом победить можно далеко не всегда, как вы сами понимаете, есть и более материальные вещи. Ну и потом, все эти фразы, они зачастую ничего не объясняют. То есть мы, так сказать, слышим общие слова, которые, ну, они действительно общие и мало что понятны из всего этого дела. То есть что значит отсталое государство, неотсталое государство? Как это вот конкретно на практике появляется? Так вот, во-первых, начнем с того, что в Пруссии существовало крепостное право. Не хотят австрийки с нами мириться, ну и сами дураки. Вот, да, крепостное право существовало не только в России, но и в Пруссии. Для многих это на самом деле открытие. Так, Кёнигсберг сразу капитулирует, Калининград он у нас теперь будет. Вот, и мы, соответственно, сразу же чиним там пострадавшие постройки. Пруссаки не сопротивляются, это замечательно. Ну, ждем, собственно, появления их армии, то есть гарнизоны, очевидно, будут нашим фуллстековым армиям сдаваться сразу. Вот, поэтому наша задача подойти вот сейчас к Варшаве как можно быстрее. Если пруссаки не успеют потянуть свои войска, ну им же хуже. В общем, будем занимать их территорией без боя. Я на самом деле только за. Также нам надо подумать по поводу формирования третьей армии против австрийцев. На тот случай, если австрийцы все-таки соберут какие-то войска против нас. Хотя, опять же, мне было бы желательно, чтобы австрийцы все сейчас умирали на Западном фронте и сдерживали бы Наполеона. Вот, ну посмотрим, как они будут действовать, увидим. Вот, в России существовало крепостное право, причем зачастую даже более жесткое, чем в России. Соответственно, солдаты были, именно солдаты, подчеркиваю, были крепостными крестьянами. А офицеры были, соответственно, зачастую аристократами. О, к чему это приводило? Это приводило к формированию довольно специфических традиций прусской военной машины. Которые на самом деле оказались очень живучими и активно проявлялись даже во Вторую мировую войну. Ну, например, наверное, многие видели, слышали, значит, что там иногда там, значит, у всевозможных германских офицеров в их блиндажах в Великую Отечественную войну находились там всевозможные пианино, фортепиано и прочие безобразия. То есть, они таскали там с собой довольно серьезные музыкальные инструменты. То есть, люди жили, на самом деле, очень хорошо. То есть, когда нам покажут, что это немцы, мол, культурные люди, нужно понимать, что так жили высшие офицеры, а солдаты жили совсем по-другому. К примеру, вот Сталинградская битва. Шестая армия Павлюса попадает в котел. Значит, солдаты живут в проголоде. А вот офицеры, они, например, один офицер, по-моему, фунт Данильс это был, если не ошибаюсь, он кормил своих собак бетербродами, например. Тогда, когда, ну, солдаты реально там дрались за крошку хлеба. Вот, то есть, надо понимать, что у немцев традиция такая, что офицеры живут не просто лучше, чем солдаты, а сильно лучше, очень сильно. То есть, неравенство в армии просто потрясающее существовало. То есть, естественно, плюс к тому же солдаты, соответственно, крепостные в армию забирались насильно. То есть, была система рекрученная, это не всеобщая воинская повинность, то есть, кого захотели, того и забрали. Соответственно, естественно, что далеко не все солдаты были в восторге от службы в такой армии. А к чему это приводило на практике? А приводило это, например, к тому, что в прусской армии не применялся рассыпной строй. То есть, в этом был смысл определенный. Кстати, сейчас прусская армия выдвигается к Варшаве, так что, похоже, сейчас будет наше первое генеральное сражение с пруссаками. Ну, что ж, посмотрим, кто кого. Вот. То есть, в рассыпном строю солдаты используют укрытие. Это означает, что, грубо говоря, у нас, так кажется, можно, поскольку у нас застроился арсенал, можно заканчивать, фу, заказывать 12-фунтовое орудие, что мы и делаем. Вот. Что это означало на практике? То есть, солдат мог спрятаться не только от противника, не столько, сколько от своих. И просто банально сбежать. Паспортов не было. Там каких-то систем контроля и учета, ну, были какие-то там, не знаю, переписные книги, но, грубо говоря, можно было в принципе. Значит, Данцик мы тоже занимаем без боя отлично. Уже второй город без боя заняли. Ну, вот за Варшаву уже придется, очевидно, сражаться. С прусской армией. То есть, фактически, солдат мог сбежать с поля боя. И потом спокойно, грубо говоря, там, вернуться в свою деревню или там вообще, там, может еще как-то жить. Ну, в общем, в любом случае не подвергать своей жизни опасности и спокойно жить и работать дальше. Собственно, по этой причине рассыпной строй, где солдаты могли вот так скрыться, он практически не применялся. Применялся архаичный строй времен Фридриха Великого, линейный строй, плотное построение. Что интересно, вот такое вот построение с так называемым косым боевым порядком архаичным, оно, в общем, полностью противоречило прусской же стратегии. Что это значит? Это значит то, что у пруссаков, на самом деле, было такое вот явление, как неправильное использование военного опыта. В общем, такое, на самом деле, зачастую бывает. То есть, есть такая поговорка, то, что генералы часто готовятся к прошедшей войне. И надо сказать, что на армию Пруссии оказывала влияние не только семилетняя война, так сказать, и всевозможные подвиги Фридрика Великого, хотя это, безусловно, очень многое осталось в современной семилетней войне в неизменном состоянии прусской армии. Кстати говоря, даже многие офицеры были, в общем-то, ветеранами семилетней войны, потому что прусский генералитет был, так сказать, такой обитель губернатократов. То есть, там были одни старики, вот, и есть достаточно впечатляющие данные по среднему возрасту офицеров. Ну, естественно, многие из них были весьма-весьма консервативны. Далее, что хотелось бы еще сказать. Так вот, была еще одна очень интересная война. Ну, как? Ее даже войной назвать сложно. Ее зачастую в немецких источниках называют «картофельная война» или «сливовый базар». Иногда эту войну еще называют «война с баварской наследствием». Это в конце 18 века был такой конфликт между Пруссией и Австрией. Фактически, опять же, выясняли, кто главный, доживавший свое Священно-Иринской империи. Вот, в принципе, там всевозможные династические разборки. Я даже не буду, наверное, подробно сейчас на этом всем деле останавливаться. По той простой причине, что война эта кончилась фактически без войны. То есть, собственно, почему ее так назвали? Потому что солдаты обеих воюющих сторон, то есть Пруссии и Австрии, они истребляли значительно больше картошки и слив, кушали, нежели друг друга. То есть, боевых столкновений то ли вообще не было, то ли, ну, это было буквально там, так сказать, столкнулись кавалерийские разъезды, там, может быть, кто-то друг друга даже и порубил. Я, честно говоря, не располагаю данными о потерях в этой войне, но, по-моему, даже обошлось и бежев. То есть, фактически вся война представляла собой бесконечное маневрирование. То есть, обе стороны пытались постоянно отрезать друг друга от снабжения. При этом обе стороны боялись вступать в открытые выслушкновения. На основе боевого опыта этой войны замечательной была сформулирована доктрина. Ну, изначально ее сформулировал некий Ллойд. Я, честно говоря, не знаю, кто это такой, вот попалось мне какие-то сведения. Ну, видимо, судя по фамилии, это англичанин. Ну, потом был еще такой Бюлов. Брускарин, на самом деле, Бюловых там было достаточно много. Понять, который конкретно из них развил эту доктрину, довольно сложно. Ну, в общем, такие вот сведения мне встречались в литературе. То, что была сформулирована такая доктрина, что на войне главное это не уничтожать двое силы противника, а перерезать его снабжения. На самом деле, с одной стороны, вот говорят, что эта доктрина абсолютно абсурдна. Ну, как сказать, на мой взгляд, она может быть даже имеет какое-то право на существование. Но, вся штука в том, что прусская армия была не приспособлена для того, чтобы ее реализовывать. Прусская армия, ее действия противоречили ее собственной военной доктрине. Ну, то есть, как она действовала в кампании 1806 года? Во-первых, прусская армия должна была, если ее основная мишень коммуникации французов, наверное, она должна была отступать. И, кстати, был такой вот военный план в Пруссии, который предусматривал отступление армии. Но генералитет сказал, что нет, мы сейчас французов погоним, они все разбегаются. У французов, кстати, усилены фланги, у нас сейчас в нашем сражении трупных французов, русаков. Фланги усилены, но у нас вот, я думал, что я на левом фланге хорошо поставил батарею, но там пригорочек. Они пока из-за пригорочки не выйдут, по ним ничего не попадет. Поэтому, возможно, нам сейчас нужно будет атаковать прусскую артиллерию, которая за этим пригорочком. Правда, она, эта прусская артиллерия и по нам сейчас тоже стрелять не может. Не знаю, они будут ее перемещать или нет. Ну и параллельно прусаки развивают наступление на нашем, так сказать, правом и, соответственно, на их левом фланге. Да, не получается, к сожалению, по ним попадать. В русской армии, кстати, большое количество вот этих вот товарищей со штуцерами, что совершенно не соответствует действительности на момент 1976 года. Поэтому нам сейчас, наверное, придется активно использовать кавалерию для того, чтобы этих товарищей подгонять. Они в ближнем бою слабы, соответственно, мы их сейчас можем разбить. Ну вот, то есть, вместо того, чтобы растягивать коммуникации противника, прусаки начинают наступать. При этом, ну, очевидно, что если вы хотите перехватывать коммуникации противника, наверное, вам нужна хорошая маневренность. Так вот, вот с маневренностью в русской армии, в прусской армии тех времен было все очень плохо. В первую очередь потому, что они не использовали вот это построение батальонами колоннами. Вот. И в итоге прусская армия двигалась очень легко. Причем, зачастую у нее был очень большой обоз, в котором зачастую было очень много вещей и офицеров. Я как раз говорил о том, что офицеры очень активно с собой таскали всякое что-то ненужное. На самом деле, то есть, там, музыкальный инструмент. Один офицер таскал выводы кандюшек с собой, очевидно, чтобы, ну, свежее мясо было. Вот. Еще один таскал, причем, главнокомандующий прусской армии, таскал с собой, потому что ему было 70 лет, таскал с собой молодую французскую любовь. Так сказать, тоже колоритная такая весьма деталь. Ну, соответственно, это, то есть, к маневрам на коммуникациях противника, вообще говоря, прусская армия была не совершенно неспособна. У нее была какая-то артика. То есть, один, значит, отряд, как бы, танкует, можно сказать, да. А второй отряд, значит, условно говоря, ну, соединение прусской армии, да, крупное. Оно, значит, заходит противнику в тыл и начинает наводить там шороху, там, перехватывать линии снабжения. Ну, понимаете, опять же, прусская военная доктрина, на тот момент, противоречивала сама себе. Соответственно, у нас тут, кстати говоря, начинается наступление вот этих вот товарищей с штуцерами на наш фланг. Соответственно, сейчас туда надо двигать кавалерию и их разбивать. Тем временем, наконец-то, прусские войска показываются за пригорочкой и получают сразу по морде нашли армию. Вот, также надо отметить, что в польской армии было достаточно плохое состояние вооружения. То есть, с одной стороны, скажешь, это как там может быть, у немцев непорядок какой-то с вооружением, как же так. А дело в том, что уделялось внимание совсем другим вещам. Ну, например, солдат по форме было принято носить парик. Парик, на самом деле, не был чисто декоративным. То есть, в нем, значит, были букли, ну, такие боковые завитушки. Вы наверняка их видели, так сказать, в парике 18 века. Я думаю, все их более-менее так нормально представляют. И, кстати, здесь прусаки очень плохо делают. Они своего генерала тут поставили в комплекте с стрелками. Сейчас мы его можем просто на пуску убить. То есть, были вот эти букли боковые, блок косица. Косица, на самом деле, был стальной прут, который защищал от удара кавалерийской шашкой по затылку. Но, на самом деле, все-таки, сами понимаете, что далеко не от любого удара эта косичка могла защитить. Все-таки она не прикрывает суши ее. И это не шлемы, ничего такого. Вот. Поэтому, в принципе, парик этот был, ну, уже достаточно устаревшей виталии гардероба. Но прусская армия очень сильно следили за состоянием этих париков. То есть, если у тебя, например, косица вот этой неправильной длины на парике, все. Сразу солдаты отправляли у него пароли нещадно. Значит, сразу солдаты очень сильно наказывали. При этом состояние ружей в прусской армии было ужасное. Вот, например, все помнят, наверное, левшу, у которого, значит, который, значит, велел передавать царю, что англичане ружей еще не чистят. На самом деле, в русской этой армии это была, может быть, не такая большая проблема на момент Крымской войны. Ну, в русской армии были другие проблемы. Например, то, что в русской армии даже на момент Крымской войны большинство ружей продолжали оставаться гладкоствольными. Ну, кстати, а в то время, как у англичан там уже половина ружей были нарезными. О, а в русской армии нарезными там было процентов 10, по-моему, ружей. То есть, там несопоставимое количество. Сами понимаете, что качество вооружения было преимущество англичан. Вот, на тот момент. Кстати говоря, в период, так сказать, войн начала 19 века тоже было большое количество устаревших ружей на вооружении пехоты в русской армии. В частности, есть документы, в которых сообщается, что ружья, в общем-то, состоят на вооружении полка с петровских времен. То есть, часть ружей там выпущена в 1700 году. То есть, они там указываются на то, что пыли носились и так далее и тому подобное. Началась у нас перестрелка основных сил от русской армии, которые дошли до наших позиций. Ну, соответственно, как вы видите, уже часть из них порядком деморализована. Они сразу же, так сказать, оказываются под перекрестным огнем наших двух артиллерийских батарей. Артиллерия противника уже практически выведена из строя на этот момент. Так что, в принципе, все достаточно неплохо для нас складывается. Наша кавалерия производит рейды по тылам и так далее и тому подобное. Вот. Что еще надо сказать? Так вот, русаки как раз чистили ружей кирпичом. Их генерал убит, месье? Ну, вражеский генерал погиб. Возможно, они дрожат. Отлично. Разгоняем стрелков. Ну, то есть, вот, стрелки без прикрытия, они против кавалерии ничего особенного сделать не могут. То есть, что значит чистить ружье кирпичом? Сами понимаете, что целый кирпич запихать в ружье, даже несмотря на большой калибр тогдашних ружей, о чем я уже говорил, все-таки не представляется. Возможно, кирпич великоват. Имеется в виду, естественно, толченый кирпич. Что плохого в том, чтобы чистить ружье кирпичом? Дело в том, что кирпич действует как абразив. Он протирает стенки этих ружей, то есть стенки ствола. И в итоге есть риск, то, что при стрельбе ствол просто разорвет. У него тонкие стенки, соответственно, взрывом пороха ствол разрывает. Это чревато не только уничтожением, собственно, оружия, но и травмами, так сказать, даже смертью солдат, которые тут стреляют. О! То есть пружская армия, это было достаточно распространенное явление, то есть очистка ружьей кирпичом. Некоторые ружья были вообще без ножек, например. То есть, в принципе, почему ружьи без ножек существовали? А потому что, опять же, использовалась линейная тактика. По линейной тактике зачастую стрельба ведется неприцельно. То есть расчет просто на то, что сплошной залп, так сказать, стена огня и что-то уж точно попадет. Французы же просто как действовали? Они укрывались, так сказать, рассыпались по местности, укрывались в оборудовании к укрытию. Естественно, такая неприцельная стрельба не причиняла им, зачастую, никакого особенного беда. Вот, собственно говоря, главное сражение кампании 1806 года, это, во-первых, битва при Зальфельде, ну и в дальнейшем генеральное сражение, двойное как раз битва при Ении Росштейте. Ну, битва при Ении, которую проводил непосредственно Наполеон, там французы были бы странные, если бы они не выиграли, их было двойное числое преимущество. Возговлял их Наполеон, а Трусаков возговлял Генуэ, которого один из германских деятелей назвал иначе как феодальный княжеский долван. Более значительно интересным было значение сражения при Ении Росштейте, которое проводил с французской стороны маршал Даву. Вот, значит, ну, вот как раз при Аурштейте там сказалась в первую очередь разница в построении, то есть рассыпной строительство против Ении Росштейте. А при Ении там, ну как, во-первых, русский командующий действовал очень странно. Мне вообще будут даже интересны какие-то литературы, которые как-то оправдывают его действия, потому что вообще он действовал реально очень странно. То есть немцы обычно это все соотносится вот к тупости. То есть источник после, клаудевец об этом говорит. Ну, не знаю, на самом деле, насчет тупости. Ну, у нас вот русаки уже бегут. Ну, в общем, короче говоря, он не производил никакой ни разведки, ничего. То есть там ночью там в тумане французы просто затащили все орудия на окрестные высоты, окружили его. Соответственно, Плён там проводил реконсировку. Этот ничего не проводил. Значит, солдаты вместо этого там занимались грабежом окрестных селений. Потому что у русаков было очень плохо организовано снабжение. Это, кстати, еще один момент очень важный. То, что при том, что якобы русаки в своей военной доктрине придавали снабжению для велосипедной важности, на практике оказывалось, что у Наполеона снабжения намного лучше, солдаты значительно лучше накормлены. У солдат имеется большое количество обуви сменной. То есть, что это означало на практике? То, что они могут совершать длительные марши. То есть, если, так сказать, одни ботинки испортились, так сказать, есть запасные ботинки. У русаков с этим было все значительно хуже. Соответственно, ну, я уж не говорю о том, что очень странным было, в общем, так сказать, моральное состояние русаков. То есть, вначале они, значит, устроили такой военный психоз. То есть, даже известный случай, когда, значит, к зданию, где проживали французы, так сказать, приходили русские офицеры и точили, значит, свои сабли окрыльцом. Вот, типа, показывали свою воинственность. Однако, после первого же поражения, русаки сразу же, ну, подняли лапки вверх. И, в общем, на этом все будет получено, закончено. Все, победа. Героическая победа. Сейчас надо посмотреть соотношение потерь. Да, ну, опять восьмикратная, собственно говоря, так сказать, мы побеждаем с восьмикратным преимуществом по потерям. Если честно, как-то даже скучновато становится. Я думал, что русаки-то будут посильнее турок. Вот, вроде бы, нет. Реорганизовать армию русакам удалось только благодаря реформам Шарнхорста. Это уже в дальнейшем происходило. И уже где-то к году, к 1811, русаки уже поняли, что им надо менять организацию армии. То есть, они там пришли к корпусной системе, усилили, реорганизовали артиллерию. Надо сказать, что Шарнхорст обманул Наполеона. Ну, он, например, русакам не разрешалось иметь большую армию, а он там из стройбата, который Наполеон использовал для строительства укреплений, создал достаточно сильную армию. Ну что ж, на этом мы, наверное, серию завершим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Дальше будет что-то интереснее. С вами был Андреевич. Всем пока. Продолжение следует...